Всем привет, друзья мои. С вами я Светлана Ата. Друзья мои, я так переживаю за тех людей, которые пострадали в этом ужасном землетрясении. Не отрываю взглядов от этих новостей. На меня так подействовало это все. Вообще настроения никакого нету. Ни что-то снять, ни показать вам. Как будто я вот там сейчас нахожусь в данный момент. Так сочувствую всем людям, которые там сейчас в такой ситуации вообще нету. Никакого интереса в жизни. Что-то такое состояние. И вы простите меня, что я не та Светлана, не та позитивная, не та активная. Как будто вся разбитая. Меня поехали, переехали. Про мне силы нету. И я в воскресенье сегодня полдня вообще не включала телевизор. Решила заняться своими делами. Уборка в комнате. Немножко здесь поубиралась цветочками, повозилась. Чуть-чуть немножко пришла в себя. И сейчас опять села возле телевизора. И опять тоже самая картина. Смотрим новости опять. Людей вытаскивают. Уже, конечно, они вряд ли кто-нибудь останется в живых. Смотрим, смотрим. Страшная ситуация. И люди в таком страхе будут еще долгое время проживать и пребывать. Сейчас с мужем он мне открыл. Начал объяснять про сейсмическую карту Турции. Показал все. Слава Богу, Мерсин не находится в сейсмической зоне. Это радует. А то я уже хотела собирать чемоданы. И он мне так объяснил, что наши дома старые, они были построены из морского песка. И вот показывают даже по телевизору, почему эти дома разрушились. Потому что они не из прочного качественного материала. И наш дом тоже ходит в эту зону. Но, слава Богу, что у нас нет землетрясения. А то, если бы, говорит, пошатнуло, то наш бы дом, как спичечная коробка, упала. Вот поэтому хочу предупредить всех вообще. По всей Турции, не говорю про Мерсина, той информацией, которой сейчас со мной поделился муж. Не покупайте дома, построенные до 1999 года. Почему? Потому что в 1999 году, после землетрясения в Измите, возле Измита, он мне сейчас показал эти кадры страшные, улучшили надзор за качеством строительных материалов и вообще качеством постройки. И дома лучше всего покупать, построенные до 2000 года. Так что, мои хорошие, вот такая информация, полезная для всех, кто хочет приобрести квартиру. Не берите квартиру, построенную до 1999 года. Покажу сейчас вам, чем я занималась сегодня. Немножко переставила на балкончике цветочки, немножко стало легче. Боже, помоги нашим людям. Ой, Боже мой, помоги. Спаси и сохрани их. Сижу никакая разбитая, страшно разбитая, друзья мои. Не знаю, что со мной происходит. Смотрите, вот сегодня я... Вот так вот... И объясню, что это там за коврики сейчас. Родилась сегодня с цветами, вот эти гвоздички, с верхней полки, все переставила сюда. Это тряпочка, которая, чудо-тряпка, помыла этим, знаете, каким ее надо стирать? Хозяйственным мылом. Мама мне кусочек дала. Вот так сегодня мы привели в порядок с мужем. Балкон, все почистили, все помыли. А сюда я поставила вот такие цветочки. Видите, они пустили своих деток всталок и стали красивее. Знаете, что я когда-то смотрю, на них настроение поднимается. Эти тоже пересадила сюда. Этот обрезала. В общем, привела все в порядок. А это авокадо у меня почему-то не растет. А это, это все в стирку. Поэтому сложила сюда. Сюда постелила вот такой коврик. Этот тоже пересадила. В общем, занимаюсь делами. Такая уставшая, что-то такая разбитая. Но это я сняла вещи. Все почистила, все помыла. К компьютеру даже не хочу подходить. Вот сиди возле телевизора. Смотрит. Вот Ашкэ мой сидит. Ашкэ, что вы в зале? Привет. Вот новости смотрим, друзья мои. Сейчас Ашкэ мне предлагает выйти на улицу. Наверное, пойдем. Этот цветок сюда перенесла. Вы видели мои семена, которые я постоянно их брызгаю водичкой. Так, что хотела показать. Посмотрите, как авокадо я посадила. По технологии. Пока еще, конечно, два дня еще ничего не видно. Ну, вот так вот. Вот чем я занималась сегодня, воскресенье. Кстати, моя хорошая Таня нам, моя знакомая, подарила вот такой мне цветочек. Вот, вот он цветочек. Вот так вот я его сегодня помыла в душе. Сейчас он высохнет. Ашкэ его переставит. Ой, ради бога, извините меня. Я такая никакая. Надо прийти в себя, наверное, пойдем погуляем чуть-чуть. И потом приду, буду готовить ужин, мои хорошие. Ну, все. Будем. Буду собираться. Немножко надо прийти в себя, потому что я очень это пережила на себя, эту трагедию. Очень. Очень сильно. Наревелась с утра. Слезы до сих пор в глазах. Надо прийти в себя. Жизнь продолжается, что делать. Никак мы не можем. Я никак не могу чем помочь, только молиться. Пошла я одеваться. Вот мы вышли с Ашкэмом. Одела я свою спортивную форму. Какая-то я сегодня, друзья мои, разбитая. Я не знаю. Сейчас достала с холодильника креветки. Ой, пока достала с холодильника креветки. И вот иду, и думаю, как бы их приготовить. Ашкэм говорит, грибы добавь. Порезы грибы можно с креветками. В общем, я... Надеюсь, что, когда вернусь, немножко приду в себя, и мозги начнут хорошо работать. И мое настроение поднимется. Потому что как же вы мне будете смотреть такое настроение? Столько много молодежи играет. Эти качели никогда не свободны. Всегда они заняты. Качели, как иди, как иди. Пошел, занял. Наконец-то мы хоть посидим с ним. Вот так мы спортом занимаемся. Вышли. Давай, Ашкэм, давай. Вот такой... Чок, спорт, я пьюрус. Чок. Чок, Юрюш, я пьюрус. Хе-хе-хе-хе. Смотрите, какой красивый закат. Мерси наш лес. Мерси наш лес. Пойду я с Ашкэмом посижу, покачаюсь. Пахнет кукуруза. Кукурузу жарят. Кафе переполненные. Люди отдыхают. Правильно. После тяжелой работы нужно отдохнуть. И мы сейчас тоже станем отдыхать. Ашкэм, как вы? Как вы? Чуть-чуть. Здесь вот очень любят, ну, очень любят такую кукурузу. И сыр пополивают кетчу, по майонезу и кушают. Ашкэм хочет чай, не он не хочет. Так жарят кукурузу, друзья мои. Романтика, Ашкэм, романтика. Города, Вирас. Так, хорошо, друзья мои. Сидим в таком месте. Ашкэм. Спортсмены, мы спортсмены. Короче, знаете, немножко прихожу себе. Там еще молодежь играет на гитаре, музыка. Городика. Слушайте горе. Проходим с Ашкэмом. Он зашел в магазин. А я здесь смотрю, смотрю, что-то кто-то здесь поет. Вот посмотрите, какие попугайчики. Какой красивый. Это два мужчины, видно сразу, да? У них синие носики. А этот пугается. Почему вы боитесь меня, мою хорошую? Так насторожились. Моего гигостика напоминаете. Все. Мой гигостика. Мы пришли домой, погуляли. Немножко мне стало лучше, но все равно не отошла, не полностью. И сейчас я буду готовить на ужин. Турецкий ужин. Креветки с овощами и с грибами. Мы посмотрели с Ашкэмом в Ютубе, как это делать по-турецки. Сейчас я вас научу и покажу. Ну, для того, чтобы приготовить, естественно, нужны креветки. Я их опустила в воду, так как они были... Вот сейчас вот я солью с них. Вот тут полкило написано. Ну, не знаю, посмотрим. Столько у нас грибов. Вот красный перец и один помидор. Все это я помыла. И чеснок еще нужен. Также вот зеленушка у меня в соли замочена. И мне понадобится сливочное масло и соль. И черный перец. Больше ничего здесь не надо. Сейчас все мелко порежу. Приготовлю. Начну жарить. Что я сделала? Вот промыла креветки. Вот столько у меня их. И грибы замочила в соленую воду, чтобы разные букашки повылезали. Начну резать мелко. Перец красный, зеленый. Ужин готовим вместе. Посмотрели, проголодался мой муж и помогает мне. Порезу. Вот, видите. Сначала, значит, нужно сливочное масло 2 столовые ложки, 2 чеснока мелко нарезать. И вот весь то, что вы видели, перец порезала вот так крупно. И жарим до готовности. Сейчас я вот нарезаю помидоры. Здесь у меня грибы уже промытые. Сейчас буду их мелко нарезать. Смотрите, профессор Хачикян. Профессор Хачикян готовит. Я говорю, грибы, говорю, я вот приготовила. Давай грибы клади. Нет, говорит, рано. Грибы клади. Сейчас надо добавить грибы. Соли, Ашка, как? Грибы. Сейчас сейчас настирения теп точно клади. Пeremеду. Оп bu. Опять жаримvousей, вешатьota все еще Yo если вода, как пахачки. Добавляем кукурузу, чтобы емкость будет. Красота какая! У меня пришло кукурузу. Капау немного кукурузу. Сейчас мы с вами готовим кукурузу. Добавляем кукурузу, чтобы емкость будет. Кукурузу добавляем кукурузу. Нарезанные помидоры и булку. И одну чайную ложку томатной пасты. Кукурузу добавляем кукурузу. Сейчас немного воды. И чуть-чуть пол чайного стакана, половину чайного стакана воду и продолжаем душить. Из закусок я приготовила вот такую капусту цветную, она у меня отварная в холодильнике лежит и сразу за 5 минут я делаю салат. Туда значит гранатовый соус добавила, оливковое масло и сбрызнула лимончиком и перчиком посыпала, ну а также мои огурчики и нас угостили. Перчиком, вот и зеленушка, ну и йогурт. Так выглядит наше блюдо. Называется оно, сейчас помню как по-турецки, боже. Каридес гювечи. Выглядит красиво, аппетитно, но добавим в конце петрушку, пряности и соль, конечно. Без ашкима я уже добавлю соль, чайную ложку. Также перец черный, а также и красный перец. Такой перемешать. Такой у нас решил лимончик. С грибами и с креветками. В конце я добавила петрушку и наш ужин готов. Приятного нам аппетита. Ну а здесь у меня суп Мерджимик. Все, пошли мы кушать. Поехали. В этом шору.